Свои 12 лет она кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Арина Романова точно знает, в этом виде спорта конкуренции больше, чем в каком-либо другом. Каждый выход на ковер – это настоящее сражение. Психологически подготовиться к выступлению помогает аутотренинг. Установить какой-то свой рекорд, ну естественно быть пластичной, выразительной, а все остальное уже не важно. Я королева. Все, вышла, все сделала. Бороться, говорят спортсменки, приходится вовсе не с конкурентками, а с собой. Но заслуженный тренер по гимнастике Ольга Буянова уверена, в этом зале собрались только сильнейшие. Ведь Иркутская школа – одна из основных кузнец-гимнасток мирового уровня. Иркутская школа, в частности школа «Юный динамовец», она является одной из ведущих школ в России, а значит и в мире. Потому что воспитанницы нашей школы, в принципе, моей воспитанницы 15 золотых медалей чемпионата мира. У нас три заслуженных мастера спорта, два мастера спорта международного класса. Все они выходцы из школы «Динамо». Поэтому есть чем гордиться. Гордиться тренеру школе, да и всему региону, и правда есть чем. Трехкратная чемпионка мира Дарья Дмитриева вне соревнований продемонстрировала зрителям программу, которая принесла и победу на чемпионате мира. На этом спортсменка останавливаться не собирается. Впереди чемпионат России, который сулит лучшему путевку на Лондонскую Олимпиаду. Россию представят лишь две гимнастки. Но пока Даша событий не торопит. В этой Олимпиаде еще есть время, и я об этом не думаю, попаду я туда, не попаду. Живу настоящим днем. Но у нас как бы как идет, так и от сил хватит, значит, дай бог. К концу соревновательного дня все места пьедестала были разобраны. А в завершении самый трогательный момент – выступление в память о семикратной чемпионке мира Оксане Костиной. Кстати, турнир ее имени не проводится в Иркутске уже два года. Причина – отсутствие зала для соревнований международного уровня. Ирина Гапончик, Константин Синицын. Новости сейчас.